8 миллионов репрессированных за два года. Такие цифры приводят иностранные исследователи, когда говорят о сталинских чистках конца 30-х годов прошлого века. Накануне на Лубянской площади у Соловецкого камня прошла акция памяти жертв большого террора. Любой желающий мог зачитать несколько имен из расстрельных списков и тем самым почтить память невинно осужденных. Гаврилов Тишин Иванович, 31 год, единоличник в своем хозяйстве, расстрелян... Владимир Путин не раз акцентировал внимание на том, что в современной России нет уголовных дел по политическим мотивам. Однако российские и зарубежные правозащитники придерживаются другого мнения. Расстрельных списков сегодня действительно нет. Но узники совести никуда не пропали. С этим согласны и многие москвичи. Сейчас в тюрьме сидят. Тоже очень много людей совершенно ни в чем не повинных. И многие из них замучены. Для нынешних правителей характерно, что они говорят, что сейчас не 37-й год, мы никого не расстреливаем. То, что сейчас происходит, тоже происходят политические репрессии. Вы сами знаете, что сидят люди по делу 6 мая на Болотной площади. Новый виток политических репрессий правозащитники, что российские, что западные, связывают с одним и тем же человеком. Явным образом в Российской Федерации появились заново политзаключенные. И фактически это с начала президентского срока Владимира Путина, по крайней мере с 2003 года уж точно. Сергей Давидис отмечает, что число политзаключенных в России сейчас невелико. Но списки репрессированных пополняются завидной постоянностью. Все почти как в Советском Союзе. Отличие одно. В российском законодательстве статей за неугодную политическую и общественную деятельность де-юре нет. Но де-факто им есть вполне себе адекватные замены. Например, такие пункты Уголовного кодекса, как призывы к экстремистской деятельности, разжигание межнациональной ненависти и хулиганства. Нынешние политические статьи сформулированы так расплывчато и невнятно, что под них можно подвести как человека, который действительно совершил угрожающий общественным интересам запрещенную уголовным законным деяниям, так совершенно невиновного человека. Такая унылая картина типична для большинства стран постсоветского пространства. Каждый год списки политзаключенных пополняются все новыми фамилиями граждан из стран СНГ.